Приветствую вас, Евгений описывает классическую в какой-то степени историю трудоголизма, историю постоянной работы, историю невозможности отдохнуть, историю бизнеса, работы на себя и историю ковида, коронавируса, которым данный человек, получается, заболел и лежа в больнице, по факту испытывает очень сильную тревожность из-за того, что пока его нет, всё, что он строил, да, всё, что он делал, будет разрушено, хотя работает он не один, не один, а со своим напарником, вот, то есть, вместе с другим человеком, то есть, вроде бы, оснований для тревоги нет, да и сам, сам Евгений понимает это, но, тем не менее, тревога не уходит. У него есть семья, как Евгений сам себя называет, он многодетный отец, но дети его не видят, ну, правильно, он всё время на работе. И Евгений спрашивает, если жизнь, кроме работы, не разъедает ли ковид мозг? Вы знаете, я думаю, что, конечно же, есть, и, конечно же, не разъедает, но только ответы на эти вопросы вам ничего не дадут по причине того, что вряд ли вы услышите ответ и что-то в вашей жизни изменится. Вам необходимо учиться отдаваться, необходимо учиться передавать контроль другим людям, необходимо больше развивать в себе чувства, вот, и от чего-то в работу вы убегаете, с одной стороны, и с другой стороны работа для вас слишком много значит, как будто бы она вас определяет. по моим ощущениям, как будто бы только она, работа в смысле, вас определяет, вот, больше ничего. В этом, наверное, и заключается главная проблема, вот. привычка быть к себе невнимательным, да, такое поверхностное отношение к себе, вот, также является серьезной трудностью, я бы сказал, с которой нужно работать, вот. Как-то так. Ваша история, если вы обратите внимание, она про постоянную попытку помочь кому-то, и мне кажется, что тоже, очень, очень важный момент заключается в том, что вы на многих людей смотрите снизу вверх. на мой взгляд, это свидетельствует о вашей заниженной самооценке. работа призвано ее укреплять и подкреплять, но не справляться там, да и не может справляться. Одно ее мало, а больше у вас ничего нет, судя по тому, что вы описываете. Поэтому я бы обратил ваше внимание на данный аспект. Вот, смотрите, что вы пишите. Значит, вы пишите, что я хреновый отец, потому что, эээ, прекрасно знаю, что нужен им, но меня всегда нет. Почему? Почему так? Я думаю, что вы боитесь эмоциональной близости. Скорее всего. И страх быть беспомощным – это страх отдаться. Эмоционально. Чувственно. Отдаться. Отдаться. Вы не умеете. Вот. Да. Эээ. Ситуация с ковидом неприятная, с КТ, поражение легких. Неприятная. Эээ. 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 Правда. Но. Дело не в этом. Ээээ. Эээм все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По-моему, ответ это позволит вам начать работу над собой. Не вся жизнь борьба. Эээ. Эээ. И эээ. Вы мне напоминайте такую, знаете, одну половинку. Вторая половина. Эээ, очень важно. Вот. Вы обратите внимание, что работа для вас это не просто работа, это способ показать миру, что вы есть, кому-то доказать, вот, вот, кому, что и для чего вы доказываете, очень важно. Это очень важный аспект. Вот вы говорите, что работаем по 48 часов в сутки, прихожу с работы, сажусь к работе, встаю в 4 утра, делаю документы, расчеты, бегу на работу. Ну, вы же, вот, для себя не живете, это не жизнь. Вы сделали себя обслуживающим персоналом для своей работы. Это большая нелюбовь к себе, вот, которая проистекает из тех аспектов, которые я озвучил. Удачи вам! Обращайтесь на психотерапию, вам она нужна. Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи.